Добрый день! Мы находимся на территории Государева двора в Коломенском. И сегодня мы поговорим о тех выставках, которые расположены в здании Сытного двора. Сытный двор относился к хозяйственным структурам летней царской резиденции. В 17 веке при царе Алексею Михайловичу Сытный двор занимался тем, что хранил и готовил традиционные русские напитки. Квас, пиво, самые разнообразные медовые напитки. Тогда же здесь готовились и водки для царский обиход, которые назывались хлебным вином в ту пору. Как хозяйственное здание двор использовался и в 18 веке при императрице Екатерине Великой. И вот здание представляет собой как будто бы двухслойный памятник. Первый этаж, он относится к временам царя Алексея Михайловича, а второй этаж был надстроен уже при императрице Екатерине Великой. В музейный период истории Коломенского в Сытном дворе располагались самые разные музейные экспозиции. И сегодня мы с вами познакомимся с одной из таких экспозиций, которая называется «Сокровище Коломенского». И посвящена эта экспозиция основным коллекциям нашего музея. Коллекция иконостасной резьбы Московского объединенного музея-заповедника была сформирована основателем музея Коломенского тогда Петром Барановским, который здесь в Коломенском собирал детали церковного убранства, главным образом из разрушаемых московских, подмосковных храмов и других мест России. Но самые интересные памятники нашей иконостасной резьбы происходят с русского севера, из знаменитого Соловецкого монастыря. И вот здесь вы видите замечательные царские врата, портал из собора Спас Преображения, главного собора Соловецкого монастыря. Это один из самых древних памятников, представленных на этой экспозиции. Врата имеют точную дату, 1633 год. Вот это редкий случай, когда памятник декоративно-прикладного искусства имеет точную дату. И вообще мы очень много знаем именно об этих вратах, об этом портале, об этом произведении древнерусских речеков по дереву, потому что его создатели оставили целую летописную запись. Здесь есть не только даты изготовления, здесь есть и имя заказчика. А заказчиком в данном случае выступает кеварь Троицы Сергия у монастыря, старец Александр Блатников. И даже есть имя автора, что вообще является уникальным для русского средневекового искусства. Звали этого мастера Лев Иванов Резец, и работал он в мастерской Троицы Сергия у монастыря. Резчики сергиевские славились по всей России еще с конца 14-го столетия. Памятник выполнен в традиционном стиле 17-го века, стиле нарочитого узорочья. Это золоченые выступающие рельефные части резьбы, цветные фоны, зеленые, красные, лазоревые. Верхняя часть портала сделана в виде короны, то есть короны, которую поддерживают кронштейны, руки точеные. Этот памятник интересен для нас еще и потому, что в несохранившемся деревянном дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском над окнами тоже были устроены некие короны. Эти короны поддерживали руки точеные, так что этот мотив является общим и для церковной, и для светской резьбы. Но так получилось, что памятников светской резьбы 17-го века до наших дней практически не дошло. Очень трудно определить, к какому разряду относятся вот эти резные подзоры с изображением государственного герба двуглавого орла в центре, светская ли это резьба или резьба церковная, поскольку это детали царского моленного места или тронного места царя Алексея Михайловича из Костромского и Патевского монастыря, из Троицкого собора этого монастыря. Именно в этом монастыре началась царственная история семьи Романовых. И вот в середине 17-го века по повелению царя Алексея Михайловича там было создано грандиозное сооружение около 8 метров высотой, особое царское место, аналогичное Мономахову трону Московского Кремля. Почти все детали этого царского места хранятся в музее, но пока в музее нет пространства, где бы можно было собрать его полностью, так что мы показываем только отдельные детали, отдельные фрагменты этого интересного памятника деревянной резьбы. Что касается вот этих врат и портала, то они тоже сделаны были в первой половине 17-го века в Ярославле, еще одном крупнейшем художественном центре. Но, к сожалению, мы точно не знаем место происхождения этого портала. И это, в общем-то, тоже особенность времени формирования коллекции нашего музея. Главной задачей Петр Мич Барановский считал спасти памятники. И даже не все, в общем-то, привезенные сюда произведения древнерусского искусства, он успел записывать, фиксировать, главное было сложить, сохранить здесь и ехать за следующей, скажем так, партией. Вот есть воспоминания старых сотрудников о том, что когда-то в музее была лошадь, подвода, и вот основатель музея ехал по Москве, видел, что где-то что-то ломают или ему сообщали. Он на этой подводе подвижал, грузил, привозил в Коломенское, сгружал и ехал за следующей партией. Вот так формировались многие коллекции нашего музея, и резьбы иконостасные, и белого камня, и архитектурные керамики. Ну, отчасти вот эти коллекции представлены здесь, как раз в этом здании. Наверное, самый известный памятник Коломенского собрания церковной резьбы – это Соловецкая сень. Сень из алтарной части Спаспреображенского собора Соловецкого монастыря. Она была выполнена в 70-е годы XVII века для знаменитого Северного монастыря, причем с северными резчиками, которые еще, в общем-то, пользовались традиционным взглядом на древнерусскую резьбу. Здесь тоже, видите, цветные фоны, невысокие выступающие части, и общий традиционный для всего русского искусства XVII века мотив райского сада. Сень имеет необычную форму – форму восьмигранного венца, и, по всей видимости, напоминает о древних венцах византийских императоров, которые были подвешены над престолом храма Святой Софии. Согласно церковным толкованиям, престольная сень является собой видимый знак невидимого божественного присутствия. Нужно сказать, что вообще русское искусство XVII века стремилось всю жизнь человека, особенно в той части, которая касалась церкви, максимально приблизить к райскому саду. Поэтому вот на памятниках деревянной резьбы мы видим фантастические цветы, плоды, переплетения стеблей. Вот тот самый небесный вертоград, так, который представляли мастера, вообще люди, жившие в XVII столетии. В середине XVII века, после присоединения к русскому государству западнорусских, украинских и белорусских земель, меняется характер русского искусства, меняется характер иконостасной резьбы. И в моду входит так называемая флемская резьба, более пышная, более объемная и более реалистическая. Вот образцы этой флемской резьбы вы видите на этой стене. В основном это фрагменты иконостаса храма святых бессребриков Косьмы и Дамиана в Садовнической Слободе. Моду на эту резьбу приносят западнорусские мастера, как раз после присоединения Украины и Белоруссии. Они во множестве приезжают в Россию. И вот этот иконостас резала артель мастеров, которую руководил Клим Михайлов и некий полцкий монах, старец Арсений. Интересно то, что именно эта артель украшала деревянной резьбой и дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, знаменитое восьмое чудо света. Но если вид резьбы меняется, он становится более объемным, если здесь уже можно узнать породы этих растений, цветы, плоды, то мотив остается тот же – райский сад, небесный вертоград. Это характерно и для больших крупных монументальных иконостасов, выполняемых в 80-е, 90-е годы 17 века, по заказу царевны Софьи, по заказу царей-соправителей Ивана Петра Алексеевича. Здесь у нас представлены фрагменты иконостаса несохранившегося в Успенского собора Симонова монастыря. И всю конструкцию этого иконостаса заплетает виноградная лоза, символ Христа. И очень распространенный мотив – это мотив жемчужины. Жемчужная обнись покрывает все горизонтальные линии иконостасов. Но вообще жемчуг – это один из самых любимых материалов декоративных для русского Средневековья. И вот это влияние европейской культуры, большого европейского стиля барокко, приводит даже к тому, что к концу 17 века в убранстве русского храма начинает появляться почти круглая скульптура. И хотя, в отличие от западнохристианского мира, скульптура не служит объектом молитвенного почитания, поклонения, как декоративный элемент, фигуры ангелов, головки ангелов, они начинают достаточно широко распространяться в церковном убранстве. И расцвета скульптура в декоративном убранстве русского храма достигает уже в следующем 18 столетии. Продолжение следует... Продолжение следует... В двух клюшничьих палатах 17 века представлены иконы царских иконописцев. К иконописанию, как к святому ремеслу, всегда в России относились очень внимательно, но 17 век – это особая пора в истории русского иконописания, когда самых лучших мастеров выискивают по всей стране и приглашают работать в Москву на государе, работали они в оружейной палате. И вот в этом зале представлены как раз работы мастеров оружейной палаты. Икона Троица Ветхозаветная из села Азнобишин, написанная в 1677 году двумя выдающимися русскими художниками, руководителем московской иконописной мастерской при оружейной палате Симоном Ушаковым и Никитой Павловцем. Иконографически эта Троица очень похожа на Рублевскую композицию. Это не случайно, потому что икона Рублева была признана образцом еще в 16 веке, но по стилю это типичный памятник именно московской оружейной палаты. Памятник, где много золота, где много блестящего растительного орнамента, где много красного. Особенностью работы мастеров оружейной палаты является и то, что они первые стали подписывать свои произведения. И вот в нижней части иконы под нарядным престолом как раз надпись в несколько строк, где содержится и дата написания, и имя заказчика, и имя художников. Кстати, почти все иконы этого зала, они происходят с одного места. Это село Азнабишно, которым в 17 веке владеет Богдан Матвеевич Хитрово, занимавший пост боярина Оружничева. Вот из этой церкви происходит икона Христа Спасителя и Богоматери, выполненная в традиционном, как говорили, живоподобном стиле, в стиле характерном именно для мастеров 17 века, которые под влиянием западноевропейской туристической живописи пытались писать, как в жизни бывает, несколько, может быть, даже нарушая традиционные каноны древнерусской живописи. Ну и поскольку, видимо, ведущую роль в создании иконостаса, в создании убранства церкви села Азнабишно играли именно иконописцы, то здесь были и иконописные, а не резные царские врата, где все тот же растительный орнамент, отражающий, изображающий собой райский сад, был не вырезан объемно по дереву, а написан разными красками и, главным образом, золотом. Кстати, мотив райского сада отражался не только в иконе, но и в других деталях церковного убранства. Вот здесь, напротив царских врат, семисвечник, который когда-то находился в алтарной части храма, и представлен он в виде дерева все того же самого райского сада. Одним из самых знаменитых царских иконописцев второй планеты 17 века был Федор Евтихиев-Зубов. И в этом зале представлена подписная икона работы этого замечательного мастера. Это икона, на которой изображен самый, наверное, популярный в России святой, святой Николай Мирликийский, Николай Угодник, Николай Чудотворец. Тот святой, которого иностранцы называли попросту русским богом, будучи пораженными тем почитанием и обилием посвященных ему церквей, монастырей и обилием икон, где этот святой был изображен. Федор Евтихиев-Зубов происходил из города Великий Устюг на севере. Он был приглашен в числе прочих городовых, то есть провинциальных иконописцев, на большие работы по пановлению росписи кремлевских соборов. Вот замечен за большой художественный талант и оставлен в Москве. Со временем он дослужился до этого высокого звания жалованного государева мастера. Святителя Николая Федор Евтихиев-Зубов изобразил в виде христианского мудреца, философа, человека, исполненного высшей божественной мудрости. Но редкой особенностью, характерной именно для оружейной палаты, являлось то, что удивлялось снимать не только лику, не только личному письму, но и одеждам. Вот тончайший золотой и серебряный узор на облачениях святого Николая указывает нам все на тот же райский сад, и при любом увеличении тонкость этого узора, его изысканность, она не исчезает. Надо сказать, что иногда в древнерусской иконе отражаются какие-то бытовые реалии. Из Азнобишна происходит дверь, одна из алтарных дверей с изображением первомученика архидиакона Стефана. Это персонаж первого века христианской эры, первый христианский мученик. И на этой иконе он изображен как диакон со всеми знаками диаконского достоинства, с кадилом в руках и в особом церковном облачении, которое называется стихарем. Так вот, стихарь на архидиаконе Стефане сшит из того самого бархата, который был, мы бы сказать, сейчас в большой моде России 17 века. Это привозной турецкий бархат с орнаментом в виде цветка гвоздики и тюльпана. Серьезные связи, которые существовали между мастерами оружейной палаты и западными художниками, носителями западной художественной традиции, проявились в том, что кроме кадила, знака диаконского служения, другой руке у архидиакона Стефана камень, знак его мученической кончины. Вот изображение святых с орудиями их страстей, с орудиями их страданий было характерно для европейской традиции, которая к 17 веку достигла и русских пределов. Как и коллекция церковной резьбы по дереву, коллекция Конт включает большое количество памятников из несохранившихся московских храмов. И вот в этой витрине представлены памятники из церкви Пуховой Богородицы в Башмакове. Этот храм располагался поблизости от храма Христа Спасителя в центре города и, кстати сказать, погиб вместе с этим замечательным конфедеральным собором в 30-е годы. Но помимо произведения древнерусской живописи, традиционной живописи, написанной на доске темперными красками, в Древней Руси знали еще один род икон, это иконы, шитые живопись иглой. Совершенно замечательный жанр древнерусского искусства. В нашем музее хранится шитая икона преображения, происходящая из Новоспасского монастыря, а вышла она была в первой половине 17 века в мастерской царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой, жены первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича. И случайно я назвал здесь именно имя царицы, потому что это вот живопись иглой, искусство, которым занимались самые знатные русские женщины, княгини, царицы, боярни. И только так при замкнутом образе жизни они могли рассказать о себе, могли заявить о себе миру. Вот эта небольшая икона представляет собой образец шитья на чеканное дело. Здесь использованы главным образом золотные, металлические, позолоченные и серебреные нити, которые прикреплены цветными шелками к основе. Древнерусские мастерицы знали до 60 видов шва, и вот эти разные виды шва создают такую рельефную поверхность с разного рода орнаментами. Высокое искусство мастеров XVII века, мастеров московских, мастеров Московской оружейной палаты продолжает развиваться и в 90-е годы. И в нашем собрании есть еще одна подписная икона, икона с именем автора, Тихвинская икона Богоматери со сказанием о чудесах. Она была написана в 90-е годы Кириллом Улановым, о чем тоже свидетельствует надпись на иконе. Помимо центрального изображения с фигурой Богоматери, здесь огромная рама, где подробно рассказаны чудеса, связанная с этой иконой, начинает время появления ее над водами Онежского озера в XIV веке и кончая чудесами уже века XVI. Вот как раз для иконы XVII века характерна некая стремление к повествовательности. Это не просто моленный образ, но это еще и некая книга и для грамотных, и для неграмотных. И вот иконы этого времени требуют не только молитвенного обращения, но и рассматривания, любования, извлечения из них той или иной важной для человека информацией. КОНЕЦ КОНЕЦ В церковном убранстве в украшении русского храма огромную роль играли ткани. Ткани пользовались большой популярностью, они были довольно дорогими, и поэтому ткани привозные, либо западноевропейские, из Франции и Италии, либо восточные, из Персии и Турции, они шли на изготовление царской одежды и шли на изготовление церковных облачений. Эта традиция, кстати, продолжилась и уже в послепетровскую эпоху, в новое время. По-прежнему французские, итальянские ткани шли на создание церковных облачений. В нашем музее хранится не очень большая коллекция церковных облачений, тем не менее здесь представлено и облачение высшего церковного служителя, архиерея, архиерейский сакас, и стихарь, сшитый из западноевропейского бархата. Ну и вообще, надо сказать, что эта средневековая традиция отдавать в храм все самое лучшее, она довольно долго продолжается именно у нас в России. Представлены здесь на престольной Евангелии, выполненные уже в XIX веке, но по традиции, перебил этой книги окован золоченым серебром, сюда вставлено цветное стекло, стразы, но это не значит, что оклад дешевый, потому что стразы в начале XIX века в силу большой своей, так сказать, модности и редкости стоили примерно столько же, сколько и настоящие драгоценные камни. Поэтому представлены здесь предметы, хотя и несколько моложе, чем иконы царских изографов, но тем не менее, они высоздают эту общую, единую атмосферу пышного, цветущего искусства XVII столетия, которое современники не случайно назвали временем дивного московского узорчья. Здание Сытного двора, в котором мы с вами только что побывали, часто меняло свое назначение. Это было место, где хранили напитки для государева стола, это было место, где готовили эти напитки. В XIX веке этим зданием, как хозяйственной постройкой, пользовались коломельские крестьяне, а в XX столетии здесь располагаются музейные экспозиции. И вот сейчас в здании Сытного двора расположена выставка сокровища коломельского, которая знакомит наших посетителей с папинниками древнерусской живописи, декоративно-прикладного, народного искусства. И вы, дорогие гости, тоже сможете познакомиться с этими замечательными предметами, если посетите коломельское.